Друзья, Дэвид Сангаре и Уэсли отправили нас в гости к Глебу Захарову и Денису Тихонову, поэтому посмотрим теперь, что у них происходит. Как живут эти ребят? Привет. Привет. Что за звуки? Я услышал какую детскую песенку. Нет, Глеб смотрит. Инстаграм. О! Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем занимаетесь вообще в свободное время? В смысле, чем занимаетесь в свободное время? Да, здесь, здесь. Но между тренировками спим обязательно. Я приставочку вижу. Приставочку вечером играем перед сном. Во что? Как L-A-Out. L-A-Out. Ну, на двоих играх. А что это такое? Ну, из тюрьмы выбраться. А, то есть это не популярная игра, не типа Counter-Strike или FIFA. Что изменилось? Вот что-то изменилось, но я не могу понять, что изменилось. Что ты сделал? Это акты био-завивки, химия. Было не так? Ну, было, я чуть отрастил, получается, и сделал по всей голове, и все. А у тебя были свои кудри, или ты тоже за ним купил? Нет, у меня не было своих кудрей. Это все искусство. А на кого ты теперь похож? На какого актера, вот я думаю? Я не знаю. На кого ты теперь похож? Многие говорят, что на кого ты похож, но я не знаю. Но вот я тоже не могу понять. Я похож на Глеба Захарова. А, Глеб, а ты как ухаживаешь на своей прическе? Ничего, это специальный шампун, наверное, и все. А есть с собой? Ну, там ванна. Ну, покажи. Знаешь, мы по полной программе тут, если весь свой парфюм показывал. Вадик, вырезать. Почему это вырезать надо? Ну, вот, какая маска у меня есть. Вот, наконец-то мы добрались до косметики. У нас есть маски. Так, вот, получается, Глеб нам сейчас показывает уходовые средства для своей суперновой крутой прически. Ну, вот эта маска специальная, ее можно после душа наносить, чтобы волосы не сохли. А это обычный шампунь. Ну, это мне все прописал тот человек, который... Прописал? Ну, чтобы волосы не сильно портились, не сушились. Я вот, мой фарьер, все хорошо. Бьюти-блок, получается, уже небольшой. Ну, тут побольше стоит. А, ну, это Дэн твое? Да. А, какой твой любимый парфюм? Моя задача докопаться. Вот этот пырит. Вот этот? Кому показывал синериум. Как я знаю парфюм? Назмаю. Свяжитесь с Дэном тоже по поводу рекламы. А, еще вот два стоят. Это не... Вот эти? Не-не-нет, сзади вот этот, например. Ну, это тоже духи, это... Стик. Угу. А у кого, короче, кстати, прическа у Дэвида или у Глеба? У Дэвида. Ну, подожди, а, Дэн? Независимый эксперт. Ну, мне у Дэвида очень. Он похож реально на Смутон? На СиДжей похож. Книг, фильмов. Хорошо, что я днем не сплю. Я читаю. Бывает, читаю. Учу английский сейчас активно. Из-за того, что травмы не мог особо активничать, начал учить английский. Иногда я сам играю в приставку днем, вечером, перед сном, можно. Вот я вижу, кстати, книги. Вот одна из самых популярных у тебя стоит. И что ты на ее счет думаешь? Это какая? Ну, вот, да. Несы. Это мне посоветовали. Я еще не читал. Вот эту... Вот эту книгу мне дал Павел Сергеевич. Я читала и эту, и эту. Про здоровое питание. Вот сейчас читаю. В свободное время. Ну, это просто переводчик буквы. С фразами знаменитыми. Там, не знаю. Выходишь куда-то в ресторан, посмотрел некоторые фразы, чтобы знать. Что спросить? Это... С репетитором. Занимаюсь по-английскому. Ты сейчас находишь время для репетитора? Да. Ну, час позаниматься еще не позже на пол. А вот толщком стало именно то, что тренеры пришли? Нет, сам давно хотел. Сам давно хотел. Сколько ты с собой взял был? Четыре пары вудс. И почему так много? Ну, потому что разная погода, разные поля, разные ворс ты подбираешь под каждое поле. Сколько тонкостей. Смотри, разные поля. У нас все поля натуральные здесь. Ну, да, бывает разная погода. Там дождь. Бывает сухое поле, бывает не пойдет. В общем, берите пример, человек подготовленный вообще по всем фронтам. В снегу, потому что грозу, шторм. В любую погоду выйдет на поле. Ну, вот так вот, оп, и налево туда. Вадик, иди сюда. Ну, из всех, что мы видели, это самое лучшее, потому что еще первый этаж, это поляна, на нее можно выйти. А я просто на нее смотрю, например. В чем плюсы, вот что на первом этаже можно выйти? Я не знаю, можно тут посидеть, у кого-то такая солнечная погода, не сильно холодно. И йога. Йога, смотри, представляешь, как в 9 утра выходишь на йогу. Да, я каждый день занимаюсь йогой, кстати. Да? Нет. Любимая. Снять и обратно повезти. А, ну я даже не сомневалась. Ну, это будет тоже дубай, сейчас купил бы, мне понравилось, но очень сильно. Ну, это просто классика мятая. Кстати, ты умеешь гладить сам? Да. Да? Нет, нет, нет. Нет? А тут есть утюг, например, вот что делать, если футболку надо погладить? Не знаю, найдем человек, который сможет мне погладить. Наши, например. Я? А колонка? Вот я вижу колонку практически в каждом номере и спрашиваю, что слушаете. Мы не ломаны, мы слушаем все. Я просто не слышу вашу музыку, может там какой-нибудь, не знаю, любимый артист, певец, певица. Подкасты, может быть, даже слушают. Нет, подкасты не слушаем. Я даже не знаю, что ответить, мы сейчас все подряд вообще слушаем. Я вот просто ВКонтакте подборку включаю, которая каждый день обновляется и все. А можно заглянуть в холодильник? Да, можно, не советую. Там ничего нет, там мышь поделись. Это, наверное, не 100 лет. Ну. А, я просто не в курсе, почему там хранишь. Ну, как бы, нормально, нормально. Я не буду на весе вставать сейчас. Да не надо. Я кушаю. Ну, с утра было 83,3 на своих 50. А надо сколько? Ну, мне надо 83. Не, ну, собственно, это вообще, на самом деле, хороший подход. Я бы тоже свои брала, но мне просто их некуда засунуть. Ну, у них даже разница есть. Вот эти периодельные весы на 500 грамм больше показывают. А почему ты думаешь, что на этих верлю, а на этих нет? Ну, в Дубаев, когда мерили, в Дубаев показывало меньше, на 300 меньше. А, то есть, в целом на них можно ориентироваться. Да. Дэн, проведи экскурсию по своим кроссовкам. Беговые кроссовки. Кроссовки, чтобы бегать, не знаю. Футбол сейчас, после травмы, мне сказали взять шиповки. Это ходить, кроссовки, вот эти все, трое. Найковские двое, я их сам купил. Вот эти черные, адидасовские, мне их на день рождения подарили. Семья. Все, в принципе, очень удобные. А какие самые для тебя крутые, ну, вот любимые, прям? Ну, вот эти, 100%. Ну, типа универсалы такие. Ну, да. И под спорты, под официально, не знаю, под джинсы подойдут. Ну, я не знаю, я считаю, что кроссовок должно быть в коллекции много, чтобы под разную одежду одевать. Все. Game over. Выйти поставить стул на травку и присядь просто. Так не упадь. Не, ну, это... Ну, ну, каев. Ну, вы сейчас меня потом так задушат. Тебе шампунь приносили. Вы сейчас снимаете, а мне потом вы... Почему я хотела спросить-то? Я забыла.